Всем привет, с вами Plagas. Всем привет, с вами Plagas. И это как это делается. Но это будет необычный выпуск, потому что я решил изменить немножко всю концепцию рубрики и сделать ее короче и лучше. Cat с маленькой приставкой K. Коротко, как это делается. И так как это первая часть, она и будет называться первой частью. Основной фишкой нововведений будет длина. То есть всего 15 минут. Я планирую уложиться в 15 минут и все вам рассказать и показать максимально емко, кратко и в то же время подробно. И сегодня я расскажу и покажу присланные работы, общие моменты и третье будет у нас непосредственно Cat. И хоть я назвал прислание работ конкурсом, победителей и проигравших у нас нет. У нас есть те, кто попали в рубрику и те, кто пока еще не успел. Работ было огромное количество. Очень приятно, что вы откликнулись, но к сожалению показать я смогу всего лишь 5. Те, кто не попал, не расстраивайтесь, у вас еще будет шанс, потому что это движение я планирую и развивать, и продолжать дальше. И каждый выпуск я буду публиковать по 5 работ. Ну и хватит разговоров, поехали. Первым я покажу мультик Мурада. Родина разбита, движение невозможно. Родина установлена, можно ехать. Родина разбита, движение невозможно. Получился вполне себе полноценный мульт. Только посмотрите вот на эти эмоции, на всю эту любовь к деталям и чудненькую концовочку. Ну и игрок с ником Муркалак98 заслуженно получает первые 1000 голды. Но это, по сути, для него мелочь, потому что я думаю, что с такими возможностями у него еще все впереди. Еще бы чуть-чуть добавить деталей. Там, например, тень, какие-то, может быть, эффекты дыма, там, тряски. И уже будет законченная работа, которую не стыдно выложить на YouTube. Так что удачи ему и творческих успехов. И идем дальше. И вот Гавер прислал нам такой чудесный танчик ИС-7, наверное, или ИС-4. Но неважно, он все равно клевый. И самое главное, что хотел подчеркнуть, у него интересный оригинальный стиль. То, что я вам говорил в прошлом выпуске. Вроде бы тоже нарисовал танчик там с глазками, ртом. Но в то же время у него есть, прослеживается какая-то интересная особенность. И это категорически меня радует. Например, вот этот вот глазик с бровью, это просто как бы какая-то находка. И все вот эти маленькие неровности, все это дает свою атмосферу, что, в принципе, очень прикольно. И вроде бы я еще думал, публиковать его работу или нет. Но следом за ней пришла вторая. Это вот чудесный такой танк Маус. Опять же, выдержан его стиль оригинальный. Немножко юмора и веселья, что дает полное право ему публиковаться. И я с радостью демонстрирую его работу. Что хотелось бы отметить. Я вот, например, мне здесь сразу смутила граница переднего и заднего плана. Задний фон. У него все объекты имеют большую жирную обводку. И причем она черная. И этот такой клевый персонаж немного теряется. Даже если он будет двигаться, зрительно это будет немного некомфортно. Я бы посоветовал ему немножко пересмотреть рисование заднего плана. И вот я немножко набросал, примерно как это может выглядеть. То есть мы линии обводки заднего плана делаем бледную. И вообще убираем сочность, яркость цветов. Ну и я еще сделал объект сам крупнее. Добавил ему тень. Только в том случае, если нам нужно что-то показать на фоне, мы можем это выделить. Конечно, может быть, я чуть-чуть переборщил, сделал слишком бледные цвета. Но я думаю, что в этом примерно направлении нужно двигаться, искать какую-то альтернативу, чтобы у нас выделялся на первом плане персонаж. Ну и художник Гайвер, второй, кто получает тысячи голды. Так что, Даниил, удачи тебе и спасибо за участие. И дальше у нас активный молодой человек с ником Ассасин. Вот это его небольшой отрывочек, как он говорит, хотел отправить на физмультуру, но посчитал, что стиль слишком сильно скопирован. Но несмотря на это, видно, что старался, видно, что все очень хорошо прорисовано, все вот эти положения. Здесь, правда, упустил момент, когда танк разворачивается. Но, видимо, он хотел нарисовать это потом. И опять же, тоже про фон. То есть, я вот про это уже говорил в прошлой работе. Я бы сделал его все-таки не черным, а вот темно-темно-темно-зеленым, например. А камень темно-серым. Вот здесь, допустим же, здесь сделал он рельеф. Так что Ассасин молодец, получай пирожок. И в следующем эпизоде я вам покажу, как звук может играть ключевую роль. Вот, допустим, небольшой фрагмент. Здесь у нас получилось, что фрагмент качественно озвучен. И само торможение, процесс, он уже додумывается в голове. Звук сыграл ключевую роль. И получился вполне понятный и ощутимый момент торможения. А интересно прорисованная пыль еще усилил этот эффект. И у нас игрок с ником Ай Карамбо получает следующую тысячу голды. Так что, Иван, молодец. Спасибо за участие. И пятый художник, которого я покажу, это Андрей с ником iMechanik, который прислал, как он сказал, недоделанный мультик. Это даже мультик комикс. Хочется отметить то, что очень интересно прорисована, то есть тень падающего танка, то есть этот момент не упущен. Маленький танк, когда сейчас едет, вот он, раз, тень его ушла. Но, допустим, вот здесь вот у нас очень много неиспользованного пространства, что очень, как бы, конечно, грустно. Здесь, допустим, можно было в идеале сделать какой-то задний план и какие-нибудь бегущие облака. Тогда бы общая картина смотрелась бы намного веселее. То же самое примерно, наверное, с землей. Где-то можно было выделить какой-нибудь небольшой объект, либо камешек, либо просто неровности. Так что, Андрей, спасибо за участие. Получай свою голду. Всем участникам спасибо. Те, кто не попал, не расстраивайтесь. У вас еще будет шанс и не раз. Возможно, эти же работы перейдут в следующий кэт. Буду снова отбирать пять работ. И не потому, что одни лучше или хуже других. Всех отбирал я по своему какому-то запутанному сложному критерию. Так что шанс есть у всех. И напоследок, вот вам интересная работа, о которой я хотел с вами поделиться. Она идет вне конкурса. И я вам покажу небольшой трейлер. Подписи. Интересная творческая работа. Я просто не мог ее обойти стороной. Так что спасибо ему за отличный мультик. И все. Мы проехали этот момент. Теперь мы займемся непосредственно кэдом. Итак, возвращаемся к кэду. И самый животрепещущий вопрос, который меня уже задавали много-много раз, это как? Как? Как же сделать видео? Хоть я, в принципе, и показывал в выпуске, наверное, четвертом или пятом. Я покажу еще раз. То есть самый простой способ, который я вам предлагал, это взять наш уже нарисованный мультик. Ну вот, допустим, наш шерман. Сделать экспорт. Экспорт ролика. И вот здесь вот ключевой момент. Мы выбирали формат. У нас был выбор либо AV, либо QuickTime. Так как формат AV довольно-таки древний, и в нем существует много всяких кодеков, форматов, там всяких разных настроек, то формат QuickTime немножко, наверное, посвежее. В нем не так много настроек, и он довольно-таки лучше, наверное, нам подойдет. Но чтобы на винде работал QuickTime Export, вам нужно установить этот вот QuickTime Player. То есть скачать его наверняка можно на сайте Apple.com, либо просто найти в поисковике. Он установит этот проигрыватель, и, соответственно, эти кодеки будут доступны. И мы нажимаем Сохранить. Настройки здесь можно поменять, выбрать размер. Ну здесь вот я выбрал произвольный, размер именно моего рабочего пространства, который я выбрал. Здесь различные фильтры, но они нам, в принципе, наверное, не нужны. И параметры. Частота кадров, ключевые кадры. У нас здесь каждое. качество. И вот все, в принципе, основное нам тоже не нужно. Параметры звука. То есть, чтобы звук был хороший, выбираем стерео, 16 бит. Ну вот, например, 44-100 кГц. Компрессию мы, наверное, не ставим. Хотя можно тоже поиграться с этими настройками. Вообще, со всеми этими настройками можно пробовать разные штыки вам понравятся. И здесь нажимаем ОК. То есть, все у нас сохранилось. Экспортируем. Ну, ролик короткий. Наш Шерман. Так, экспорт завершен. Ну вот мы смотрим, допустим, наш оригинал, как он выглядел. И теперь смотрим наш получившийся файл. shermanfire.mov Вот он у нас загрузился. Можно сделать полный экран. Нажать play. И у нас получился маленький ролик. И, как вы видите, никакие там пиксели он не распадается. Все очень довольно-таки четко. Все видно. С этим проблем у вас быть не должно. Ту же самую процедуру, допустим, можно проделать и с другими роликами. Ну, если вы хотите все по хардкору, по сложному, тяжелому пути, если вы не боитесь трудностей и поисков новых программ, можно воспользоваться программой Adobe Premiere. Это, можно сказать, профессиональная программа для именно верстки, для создания видео. По поводу, как и где ее найти, та же история с флешем. То есть, мне не то, чтобы жалко вам дать ссылку, показать, но я как бы ставил это все с диска, у меня нету дистрибутивов. А давать ссылки на сторонние ресурсы, где программа не лицензионная, я не могу из-за политики YouTube. Так что, отнеситесь к этому с пониманием. И вот, когда мы открываем программу Adobe Premiere, у нас появляется выбор проекта. Мы сразу его можем обозвать. Допустим, назовем его «Тест видео». Выбираем здесь стандартные настройки, HDV, Audio Samples, Timecode. Все у нас по умолчанию. Нажимаем «Дальше», «Окей». И здесь очень большой список всяких настроек, много всяких различных параметров под всякие экраны, кодеки, компьютеры, телевизоры, мобильные устройства и так далее. Ну вот, я выбираю HDV, 180, 25 кадров в секунду. Такие настройки. И здесь снова можем обозвать уже сцену. «Тест видео». И у нас открывается такой пульт управления космическим кораблем. С всяких многого окон, настроек, очень много всего. Во всем этом очень легко запутаться. Очень много рабочих именно пространств, которые здесь существуют. То есть все они настраиваются. То есть в принципе как и с флешем, здесь все окна вот эти двигаются. Вот есть здесь аниматор, классическая отладка, разработчик, основные элементы, маленький экран и так далее. Здесь же то же самое. То есть есть аудио, колор, эдитинг, эффект, металогинг какой-то непонятный. И все это можно допустим выбрать и себе расставить, сохранить и обозвать своим именем, чтобы было удобно. Потом можно между этими рабочими пространствами переключаться. Изначально я выбрал эффект, по умолчанию он выглядит вот прямо вот так вот, аудио выглядит вот так. Ну возвращаемся к нашим эффект, то есть все вот эти окна мы двигаем, перетаскиваем как хотим, какие нам нужны, какие не нужны, вы все это можете продлить сами. Ну возвращаемся к нашему, который мы уже обозвали, сохранили, расставили. Коротко о каждой панели. То есть здесь у нас видео, источники, аудио, то есть все материалы, которые мы будем использовать в нашем видео. вот это вот тот же самый почти таймлайн, который у нас был. Здесь у нас маленькое превью, то есть маленький плеер, где мы можем видеть то, что у нас творится в этот момент на экране. В этом месте панель эффектов, то есть аудиоэффекты, видеоэффекты и различные переходы. Это панель эффектов и источников. Что мы в этом случае делаем? Мы заранее подготовили два файла. То есть помните, мы рисовали в ранних выпусках CAT вот эти вот все моменты. и, допустим, возьмем второй. Шерман стреляет и Шерман и Лео стоят друг к другу, кивают. Мы берем эти два файла в формате SWF, то есть они у нас уже перевелись в SWF из FLA и просто перетаскиваем их вот в эту панель. Либо просто импортируем. И все, что нам остается, это просто перетянуть их на таймлайн. Но масштаб здесь у нас очень маленький. Вот эта кнопочка двигает масштаб и мы можем видеть это все наглядно. Вот у нас получилось две маленьких сценки, то есть вот это этим моментом я учился самостоятельно, поэтому что могу, то расскажу. Как вы видите в окне превью, здесь у нас такая рамочка. Она нам, естественно, не нужна. Поэтому берем, выделяем видео, нажимаем правый клик и выбираем Scale to Frame Size. И у нас видео встает прямо под края. Так как у Шермана не было фона, то по умолчанию фон стал черным. Видео можно двигать, обрезать и менять или увеличивать скорость. Но это делать я вам пока не советую. Здесь же есть у нас эффекты, вот те самые переходы из черного или из белого. Выбираем Drip to Black и просто перетаскиваем его на панель. Теперь сохраняем проект, нажимаем Export, Media и у нас открывается окно. Здесь можно выбрать формат и способ сжатия. Формат я вам рекомендую H.264 либо F4V. Но F4V такой особенный формат флэша, который проигрывается не всеми проигрывателями. Но в то же время занимает очень мало места. Качество сжатия можно выбрать любое. То есть либо высокое, среднее и под всякие там разрешения. И формат H.264 более универсальный. У него тоже есть свои настройки. И здесь есть такая особенная настройка, которая называется YouTube White Screen HD. Специальный формат сделан для YouTube. И нажимаем сохранить, то есть QI. И теперь у нас запускается дополнительная программа, которая обычно идет в комплекте с Adobe Premiere. это Adobe Media Encoder. Программа очень требовательна компьютеру, но по идее если у вас идут танки, то с этими программами у вас не должно быть проблем. Открывается очень простое окно с нашим файлом. Нам остается нажать только кнопочку Play и дождаться процесса обработки видео. И вот видео у нас получилось. тест-видео.mp4 и мы можем его посмотреть. Вот у нас появление из черного и вот на черном фоне Sherman. Качество, как вы видите, тоже хорошее, максимальное. Вот так вот делаются мультики. Ну вот и все, что я успел вам сегодня рассказать. Теперь вы уже точно уверены и точно знаете, как сохранять видео в хорошем качестве. Прием работ продолжается. Можете присылать в случае публикации по старинке 1000 голды. И такой еще момент по поводу музыкального кэда. Он тоже планируется, где Владимир, наш композитор, будет учить нас создавать музыку. И встречный вопрос, какую информацию вы бы хотели получить из этих видеоуроков. Оставляйте свои вопросы в комментариях, не забывайте оценить видео. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.